Здравствуйте! В эфире новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Итоги развития ПСР в 2016 году. День охраны труда на предприятии. Отчетно-выборная конференция ПРОВКОМа. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Атомные станции, которые входят в контур концерна «Росэнергоатом», в целом вырабатывают на сегодня 103,6% от задания ФАС. О техническом состоянии Смоленск АЭС сообщил главный инженер предприятия. В Смоленск АЭС в работе три энергоблока, суммарная нагрузка 3205 мегаватт. Событий, подлежащих сообщению в регулирующие органы или расследовании на станционном уровне, нет. Выработка электроэнергии с начала года составила 1,67 миллиарда киловатт-часов, что превышает плановое задание на 85 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Итоги развития производственной системы «Росатом» в 2016 году и новые ПСР-ориентиры для Смоленск АЭС. Подробнее об этом в интервью с заместителем главного инженера Олегом Кужиньязовым. В 2016 году на Смоленской станции было реализовано много значимых ПСР-проектов. Но среди них можно выделить приведшие к наибольшему экономическому эффекту. Это ПСР-проекты по сокращению оборачиваемости текущих производственных запасов. Порядка 104 миллионов рублей. По оптимизации затрат на добровольное страхование имущества – это 84 миллиона рублей. Ну и наши традиционные проекты по сокращению сроков ремонта на энергоблоках 2 и 3 – 40 миллионов рублей. Кроме того, необходимо выделить ряд ПСР-проектов, которые были открыты в потоках. Это такая новая тема. В прошлом году этого не было в ПСР-потоках. И как значимый ПСР-поток для нас – это поток выработки электроэнергии. В нем было открыто более 10 ПСР-проектов. Их нельзя сразу экономически оценить. Тем не менее, они в перспективе приводят к сокращению потерь выработки электроэнергии. Сколько человек вообще вовлечены в этот процесс? Сколько человек участвовало в ПСР-проектах? Ну, вот по данным, если, так сказать, взять просто данные по людям, подавшим ППУ и участникам ПСР-проектов, то это уже более 2000 человек. Вот, это более 50% персонала предприятия, которые непосредственно принимали участие в ПСР-проектов. Кроме того, у нас есть еще и ПСР-лидеры, и люди, которые участвуют в вовлечении персонала, и персонала, которые, так сказать, проводят обучение, это тоже участники ПСР-движения. 2 и 3 числа на Смолинской станции пройдет развивающая партнерская проверка качества ПСР. Вот, это цель этой партнерской проверки подтвердить достижение предприятием статуса лидер ПСР. Развивающая партнерская проверка пройдет по пяти направлениям основным. Это декомпозиция целей, ПСР-потоки, ПСР-проекты и управление изменениями. Обучение и мотивация. Олег Сахевич, каковы наши новые ПСР-ориентиры на 2017 год? ПСР-ориентиры на 2017 год были сформулированы на ПСР-форуме, который прошел в декабре 2016 года, и окончательно будут утверждены на управляющем совете госкорпорации, который планируется в феврале 2017 года. Для нас на сегодня целевыми ориентирами являются системное развертывание ПСР в отрасли, укрепление ПСР в корпоративной культуре, обучение ПСР-лидеров, сокращение времени протекания процессов, открытие ПСР-проектов в продуктовых цепочках и такие специфичные для атомных станций направления, как открытие ПСР-проектов в основном потоке, выработке электроэнергии и вовлечение в ПСР подрядных организаций. Подведены итоги Дня охраны труда на Смоленск АЭС. В этом месяце он прошел по теме «Нарядно-допускная система производства работ», «Состояние безопасных маршрутов следования», «Наличие и состояние документации по охране труда», «Организация безопасной работы СВМ». Во всех подразделениях станции были проведены проверки в рамках административно-общественного контроля. Сегодня подводили итоги Дня охраны труда. Это было наше стартовое совещание в этом 2017 году. В динамике посмотрели ситуацию, которая была и которая сейчас при проверке была выявлена. Можно отметить, что у нас есть определенный прогресс по состоянию документации по охране труда, по организации рабочих мест персонала, занятого на работе с компьютерами. Это отрадно. В то же время есть еще на что обратить внимание. «Нарядно-допускная система» – это то, на что мы будем обращать внимание и впредь. Она не случайно является нашим постоянным, постоянной зоной наблюдения. Следующий день охраны труда запланирован в феврале месяце по тематике «Состояние охраны труда» при работе с инструментом приспособления, состоянии охраны труда, при работе на станочном оборудовании. Эту работу также будем смотреть в динамике улучшения, какие у нас изменения произошли. Напомню, что в 2015 году по этим направлениям на Смоленской АЭС была проделана большая работа. Мы даже защитили ПСР-проект по повышению безопасности рабочих мест на атомной станции, по повышению безопасности охраны труда. Именно по этим тематикам также проверка проводилась. Ну и что хотелось бы сказать. Впереди нас ждет большая работа. Работу, которую мы будем делать совместно по обеспечению безопасности, по контролю и по выполнению требований безопасности. Хотелось бы всем пожелать бестравматичной работы и прийти к подведению итога 2017 года без травм персонала Смоленской АЭС и подрядных организаций на наших площадках. В здании ЦСО «Нитрино» состоялась отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС. На повестке дня стоял ряд важных вопросов, в числе которых избрание председателя, нового состава профсоюзного комитета и ревизионной комиссии. Такая процедура проводится раз в пять лет. О проделанной работе профсоюзной организации отчитался председатель ППО САЭС Юрий Кузнецов. Он рассказал о том, что за отчетный период было заключено два коллективных договора, включившие многие аспекты социально-трудовой сферы. Профсоюз участвовал в решении множества проблем, таких как защита интересов работников при внедрении новых систем оплаты труда, новых социальных программ, решал вопросы индексации заработной платы, установления дополнительных льгот и компенсация по результатам проведения СУОТ на Смоленской АЭС, оказание материальной помощи, оздоровление работников. Директор Смоленской АЭС Павел Лубенский отметил, что перед АЭС стоят серьезные производственные задачи по выработке электроэнергии, безопасной эксплуатации энергоблоков, их своевременному и качественному ремонту. Он подчеркнул, что профсоюз должен стать объединяющим звеном как можно большего количества работников АЭС. Это составляющая коллектива Смоленской АЭС, которая неравнодушна, которая беспокоена, которая с пониманием относится и с отдачей выполнения своих производственных задач. Делегаты конференции единогласно признали работу ППО САЭС за отчетный период удовлетворительной, избрали новый состав правкома. Председателем профсоюзной организации Смоленской АЭС единогласно избран Юрий Васильевич Кузнецов, который руководит профкомом с 1998 года. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова